дорогие друзья всем привет сегодня 26 января рада приветствовать вас на канале дачный рай нахожусь около своих маточников метельчатой гортензии находятся они у меня в прохладном месте но тем не менее место сухое стоят они в подончиках подончики постоянно приходится увлажнять песок а также я еще дополнительно спрыскиваю верхний слой грунта чтобы он не пересыхал вот сейчас полива нету то есть идет только опрыскивание потому что еще почки только начали распускаться ну в общем сидела я думала 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 что же мне делать как же все-таки мне создать для них влажный влажность высокую воздуха все-таки вот потому что те гортензии которые у меня новиночки пришли bonfire и пиксио они естественно уже начали просыпаться эти я достала попозже вот эти вот все они еще только вот начинают у них почечки просыпаться у тех уже появились четыре настоящих листика вот и у одной гортензии я заметила самые первые листики начали немножко подсыхать так как я боюсь перелить свои гортензии я с этим уже столкнулась хотя вот здесь вот при таком добавлении конечно перлита вот перелив он будет минимальный риск перелить тем не менее тут надо сейчас очень аккуратно листики начали распускаться конечно полив надо было увеличить я сразу его не увеличила также опрыскивала естественно в горшке грунт суховат был вот в этом месте сверху он влажный тут вроде сухой и я потом просто немножко пролила за этим тоже надо следить но и все-таки следить за влажностью воздух как его создать вот такие условия у меня здесь конечно да у меня здесь стены обшиты фанерой это у меня такое вот помещение она не жилое но она отапливается вот в общем что я сделала вот смотрите те гортензии которые у меня уже проснулись на которых появились почки решила на каждый контейнер сделать вот такую вот мини тепличку сегодня купила вот такие вот шпажки самые длинные здесь упаковка по моему 100 штучек стоит 65 рублей у нас на рынке в каждый горшочек у меня получилось по 4 шпажки я их разной длины взяла но вот эти вот самые длинные конечно идеальные и даже вот на такие вот небольшие горшки полутора литровый я тоже их воткнула так дальше купила полиэтилен это 100 микрон достаточно плотный замерила диаметр горшка отрезала то есть у меня на двухлитровый получилось 55 сантиметров и высота на двухлитровый так сейчас скажу по моему 30 до 30 сантиметров на полутора литровый 25 но это конечно же все зависит от саженца в общем снизу закрепила резинкой обычной для денег вот упаковочку взяла и сверху резиночка верхняя часть открытая то есть не запакованы они полностью но тем не менее там будет вот такой вот эффект небольшого парничка вот так вот ну немножко естественно спрызнула здесь вот шовчик этот это получается малярный скотч просто вот залепила чтобы сильно здесь не испарялась вот это вот получается у меня моему пиксию удобно чем то есть это не кулек который надо допустим да там проветрить что-то он уже будет здесь проветриваться за счет того что он не герметичен то есть сверху будет доступ воздуха и если надо будет полить или опрыскать просто вот так вот резиночка с этих четырех ножичек снимается тут по возможности можно опрыскать можно полить и заново резиночку надеть мне сейчас конечно одной рукой не очень удобно вот как раз вот эта гортензия про которую я говорила вот эти вот самые нижние листики вот видно да немножко упустила ей я ее полив и вот такой вот результат почему я еще делаю вот такие вот теплички еще раз повторюсь что у меня здесь нет возможности накинуть полиэтилен опять мастерить тут все типа теплицы то сделайте и каркас потом это все мне надо будет разбирать не хочу а так вот сейчас вот я буду это все делать постепенно только на те гортензии которые уже начинают раз просыпаться то есть почки уже раскрываются листики только в этом случае я делаю тепличку пока они вот в таком состоянии еще спящим то есть почки еще только просыпаются не трогаю все делаю также как и раньше а вот эти вот чтобы по максимуму во первых сохранить и чтобы они побыстрее подросли вот эти вот побежки чтобы я потом их сняла на череночек создам их создам и максимально комфортные условия дорогие друзья ну и еще конечно это одна при одна из причин это паутины клещ которые обязательно в сухих условиях обязательно появится будет размножаться очень быстро он размножается и мы не увидим не хороших побегов не хорошего цветения поэтому если у кого-то вот такие же домашние условия если нету теплицы зимней где совсем другая влажность воздуха пользуйтесь вот ну скажем так я конечно не вне призываю к этому но может быть кому-то такой метод пригодится обязательно буду показывать как будут себя чувствовать гортензии вот в таких вот мини парничках на днях буду черенковать уже крупнолистные гортензии обязательно сниму видео на этом все если видео было полезным и интересным подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы всем хорошего выходного дня всем пока пока